ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. СМИ сообщили чуть ли не о первом в России задержании охотника за автомобильными катализаторами. 36-летний злоумышленник промышлял в Ленинградской области. За последние несколько месяцев он испортил выхлопную систему почти что 50 авто. По крайней мере, столько заявлений поступило в полицию. Срезанные с помощью аккумуляторной пилы катализаторы грабитель сдавал в пункты приема. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей. Добавлю, стоимость новых катализаторов из-за содержащихся в них драгоценных металлов даже на бюджетные модели составляется несколько десятков тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В конце 2021 года в России насчитывалось почти 600 тысяч водителей, на данной основе. Это правительственные данные. В городах-миллионниках в прошлом году извозчики зарабатывали в среднем 83 тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч – в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Последняя цифра в сравнении с 2020-м снизилась более чем в два раза, что связывает с пандемией коронавируса. ТРАССА СТО ОДИН Продажи поддержанных электромобилей в нашей стране за первые три месяца этого года выросли почти в два с половиной раза. Средний ценник электрокара с пробегом, по данным компанией Авито, достиг 1 миллиона 150 тысяч рублей. Самой популярной зеленой легковушкой остается Ниссан Лив, который можно приобрести в среднем за 650 тысяч. На втором месте Тесла Модель 3. Средний прайс – 4 миллиона 350 тысяч рублей. На третьем Тесла Модель С – более 3 миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Мазда начала выпуск нового большого кроссовера CX-60. Машина должна стать основой для многих будущих моделей японского бренда. Осначается она бензиновым либо дизельным мотором. Также есть 327-сильная гибридная силовая установка, где электродвигатель интегрирован в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. С таким сердцем кроссовер разгоняется до сотни менее чем за 6 секунд. Добавлю, сейчас Мазда представлена в России тремя моделями – Мазда 6, CX-5 и CX-9. Их стоимость на официальном российском сайте марки не указана. ТРАССА СТО ОДИН В Туркмении полиция начала останавливать автомобили, в том числе для того, чтобы проверить внешность находящихся там женщин. Если стражи порядка обнаружат у представительниц слабого пола накладные ногти, ресницы, увеличенные губы и прочие манипуляции с внешностью, они будут серьезно оштрафованы. Размер взыскания доходит до суммы, эквивалентной 11 тысячам рублей. А все потому, что власти государства недавно запретили женщинам пользоваться услугами специалистов индустрии красоты. Туркмения вообще славится эксцентричными законами. Несколько лет назад там ввели табу на автомобили любых цветов, кроме белого. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. Продолжение следует...